Рассейн, вам не приходила в голову мысль, что с начала войны, с початкой войны, вы отказали украинским военным в праве защищать свою родину? Нет такой страны, военные которой бы не хотели защищать свою родину. Нет такой войны, нет такой страны на карте. Но вы ее нашли. Вы считаете, что у Украины нет военных? Либо у этих военных нет родины? Что-то я не слышала. Либо у вас Зеленский там клоун, либо у вас нацисты воют. А где украинские военные? Военные есть только у вас, да? Только ваша страна имеет вторую армию мира, да? А Украина просто без армии. Просто живут люди, там коровы пасутся и все. Приходи, забирай, да? С начала войны уже проведет третий год. И за третий, вот за два года я не слышу от вас о том, что в Украине воюют украинские военные, которые выполняют свой долг перед Отечеством. Какая-то деталь маленькая, как-то у вас не совпадает. Знаете, все у вас хорошо. И Украина нет на карте, и Ленин создал Украину. И вы ловите украинских военных, допрашиваете, кто вы им есть. Но у вас нет такого даже помысла, что в Украине, кроме людей, кроме коров, кроме Зеленского, есть еще такая малость, как военные. Да, представьте, вот есть прапор, есть гимн, есть украинская мова, есть украинские военные, прикиньте. И они что-то там делают. Как-то странно, знаете, решили защищать Родину. Даже если Зеленский завтра уйдет куда-нибудь на другое место, ни украинские военные не скажут, заходите, вон, пожалуйста, наша хата, ваша хата, наша жинка, ваша жинка, наши дети, ваши же дети. Не скажут. Они воевали там до Зеленского, с 14-го года, вы знаете об этом? Они и в 15-м году воевали, и в 16-м, и в 17-м, и в 18-м, и в 19-м, в 20-м, в 21-м воевали. Они уже вот 10 лет воюют. Без всякого Зеленского. Знаете почему? Потому что это их долг. На своей войне, на своей земле воевать. А вас какой долг за яйца тянет в чужую Украину?